с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 10 июня в этот день появились на свет в 1832 году николаус август отто немецкий конструктор который придумал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания течение 15 лет после изобретения от 2 изобретателя карл бенц и год либ даймлер независимо друг от друга сконструировали практичные годные для продажи автомобили двигатель внутреннего сгорания автомобиль были изобретениями потрясающей важности и круто изменили человеческую жизнь это была настоящая революция машин 1913 год день рождения тихона хренникова композитора многолетнего руководителя союза композиторов ссср а в 1929 году появилась на свет людмила георгиевна зыкина российская певица художественный руководитель и соистка государственного академического русского народного ансамбля россия народная артистка ссср герой соцтруда поистине народная певица евгений чазов родился в 1929 году российский ученый кардиолог академик ран и рам герой социалистического труда свое время работал министром здравоохранения ссср был лечащим врачом нескольких руководителей страны начальником 4 главного управления при минздраве ссср илья глазунов родился в 1930 году художник любимый народом и презираемой элиты как называют его некоторые специалисты также ему еще приписывают такое звание король китча долгое время был ректором всероссийской академии живописи вояне и зодчество в 1941 году в казани рождается советская эстрадная певица аида ведущего ее имя помнят не все но песни знает наизусть каждый песенка о медведях и танго помоги мне в комедиях кавказская пленница и бриллиантовая рука это шедевры ее исполнение звучат эти песни популярные другие песни например из фильма ох уж это настя лесной олень или чунга-чанга и колыбельные медведицы из мультфильмов веселая карусель и умка ищет друга но и многие другие шлягеры советских времен 1944 год рождается валентин смирницкий актер который работал у анатолия эфроса в линкоме и в театре на малой бронной за 35 лет снимался более чем 50 фильмах но простодушный и по-советски добрый портос из дартаньян и трех мушкетеров по сей день считается для нас главным кинообразом валентина смирницкого события дня в 1762 году великая княгиня екатерина вторая по слухам принимает предложение братьев орловых возглавить заговор против собственного мужа говорят что супруг вывел ее из себя за обедом по случаю мира спруссии там он не только оскорбил жену публично но и велел ее арестовать оставшиеся несколько недель до переворота петр третий оставался в полном неведении о существовании целого заговора против него 1909 год пассажирский корабль кунарт потерпевший катастрофу у азорских островов впервые в мире использует сигнал сос этот сигнал основан на азбуке морза и представляет собой последовательность из трех точек трех тире и трех точек которые передаются отстукиваются без пауз между буквами в 1935 году биржевой маклер билл уилсон последний раз выпил бутылку пива и вместе с доктором робертом смитом тоже безнадежным пьяницей организовал первую мире группу анонимных алкоголиков все началось с того что американец билл уилсон который за пьянки в очередной раз попал в больницу оставался трезвым полгода испытывая искушение напиться вновь он стал искать пьяницу нуждающегося в помощи билл так и познакомился с доктором бомбом смитом тоже алкоголиком в результате общения у них возникает идея что живя по определенным духовным принципам честность вера в бога сознательная помощь людям и так далее они могут противостоять недугу и передавать свое знание другим алкоголикам в 1936 году в ссср на базе нескольких творческих киномастерских организована киностудия союз мультфильм через год после открытия киностудии появились первые цветные мультфильмы еще через 10 лет в сорок седьмом был выпущен первый полнометражный рисованный фильм иванова воно конек горбунок а впереди были маугли малыши карлсон лунка ну погоди бременские музыканты крокодил гены и многие другие в 1940 году италия вступила во вторую мировую войну на стороне германии объявив войну франции великобритании еще в мае тридцать девятого года так называемая ось берлин рим превратилась военный альянс итальянские дивизии в качестве оккупационных или вспомогательных сил были разбросаны по греции ссср балканом франции северной африке война свелась для италии к серии поражений за которые нес ответственность сам диктатор муссолини да еще как понес ответственность 1998 год во франции начинается 16 чемпионат мира по футболу чемпионом становится страна хозяйка число участников расширилась с 24 до 32 команд а число групп расширилась до восьми на турнире сыграно 64 матча в десяти городах на десяти стадионах открытие финал проходит на парижском стадионе стаде франс в пригороде сен-де-ни построенному специально чемпионату мира ну и последнее в 1943 году венгерский журналист ласло бюро поручает патент на шариковую ручку как все великие открытия будущее изобретение возникло из-за человеческой лени еще в 1938 посещая типографию он задумался на тем как было бы удобно ручка с быстро сохнущими чернилами в аргентине куда он бежал от фашистов встретился с английским предпринимателем генри мартином который сразу оценил изобретение дело в том что новоиспеченная ручка была способна писать на больших высотах при низком давлении вот почему бюро получила заказ от британских королевских воздушных сил в течение года бригада из 17 девушек сделала 30 тысяч авторучек для летчиков союзников ну а я еще помню те времена когда шариковая ручка была даже запрещена в школе и нас заставляли писать переевой как давно это было с вами был николай пивненко в проекте дата